ребятушки мои привет короче вот мы стоим на пьяце костелло турину вот значит я привязала старина сегодня ненадолго потому что по моим по моим скажем так меркам я просто я бы поехал очень поздно вот то есть два часа с милана ехать до турину и поэтому у меня сегодня есть специальный как бы сегодня есть специальное направление это дойти до громады диода и значит там есть такая курсу монкальери я хочу начать его сегодня снимать потому что он очень длинный там много чего у меня связано он как раз идет прямо параллельно по и там очень много моей жижи я вот из-за этого сюда иду вот но это как я уже цель поставила себе уже месяц я собираюсь именно на курсу монкальери дайте но не могла не заснять сегодня конечно это пьяца костелло которому еще я уже у меня 150 тысяч видео и по каждому по палацу реали вот и по палацам адама и по всему то есть сегодня у меня другая цель поэтому пойдем сейчас быстро по курсу рома по моему там по моему курсу рома час будет вот я хочу вам сказать что те кто ищут экскурсию или там турина там и краса красоты не да вы ошиблись каналом и сразу вас предупреждаю лучше сразу не теряйте время не смотрите я буду показывать наши вещи с моей теорией объяснять ничего не буду сейчас потому что у меня уже три года канал у меня уже 5000 видео поэтому это только для тех и в общем то ничего я никакого успеха не добилась и не добьюсь поэтому не надо мне рассказывать как я не добьюсь успеха я уже не добилась поэтому сразу сразу предупреждаю не смотрится я буду показывать то что мне надо естественно буду показать коммуникации на земле вот а у меня есть полностью полностью обход в палаце вот это плацу реалии внутри вот поэтому можете поискать и найти потому что это мало у кого блогера потому что снимать нельзя а у меня снята поэтому но это ваш проблема короче в общем все смотрите я уже начинаю отсюда потому что посмотрите около меня сколько коммуникаций я хочу еще обратить внимание да что на отсутствие крыло которое отходит от пола царя ли которая с ним полностью соединяется да это уже тоже меня было снято но еще это когда я говорю вернусь который в торе но это мы еще поснимаем походим когда мне больше времени будет вот и там вот наши эти трубы торчат от эти туннельчики давать идет за место печных труб от эти вот туннельчики торчат да вот мишки черненькие вот ни одной до печной трубы а сейчас я по ходу движения покажу вам сколько вот только на этом куске где я стою вот это вот гориба идет посмотрите сегодня как здорово в год то есть видите да то есть это я еще поснимаю с грамма 3 дела будет лучше видно никак не хочется наводиться ну хрен водится может быть вам потом видео видно будет я пойду показывать вам сразу разного рода разной формы и выпуклости вогнутости наши коммуникации кстати сколько их их просто не не мере бы не мере на тут даже видите смотрите дырочек правом боку видите там по моему смотрите кусочек кусочек нашего вот этого чугуна еще полукруг чугуна видите нормально то есть чугун везде да наши это штучки эти лампы тут мне нравится как идет сначала мы шли как бы под по по низу да сейчас немножко поднялись видите вот здесь это как бы такой чуть-чуть подъем такой и ведь это все там внутри естественно там типа я же делала здесь подземная турина да тут все все внутри вот там вот там у нас сплощеница я дойду еще и сюда я говорю что знаете все не объявится им стилем с ним съемок когда я снимаю например могу там полчаса на каждый там на детали на какой-нибудь установиться вот я лучше даже не буду обещать сегодня ну конечно я тоже соскучилась уже по тарино потому что но я уже вижу тут зашквары это вообще там смотрите как кожа на этой вот только одна это типа колокольня такая небольшая это уже что-то вообще что-то с чем-то да видите как там кожа отходит на белое все наши эти мангусты домики это вообще лучше сейчас я я поэтому проскочила вот это вега-ребальди там столько можно было снимать удивительно только в торе но есть вот эти вот по ходу движения значит вега-ребальди да идет вот это вот череда так называемых плоских я их называю плоские церкви вот я говорю что если навряд ли у меня будет еще батарея или там время на обратном пути но это так как эта улица это вега-ребальди я все время прохожу поэтому я еще поснимаю там понимаете уберяется вот смотрите тоже вот это палат содно дамы тоже никогда вот этого не замечали ронак вот это вот этот фасад который вот весь этот весь ребрист и красивый да с печенюхами как он посмотрите соединяется вот с этим вот этим вот простеньким там грубо говоря да простеньким таким зданием да смотрите как она впивается в тело вот красивой вот этой вот, грубо говоря, порционной этой стены, этой фасада, да. И вот прям полокна уходит туда, да, видите, вовнутрь. Видите? Или наоборот, эта фигня стала выходить из этого желтого пространства, да. Вот. Поэтому, я говорю, что, видите, я уже думала, что, по идее, нужно проскочить и пьяцца Костелло тоже, да, потому что это 100% будет, ну, я все равно тут зависать на всяких детальках. Куча детей, блин, у них каникулы сейчас начались. Такие, ну, недолгие, но, ну, тоже, знаете, потому что сейчас 25-го, мол, у них праздник, а потом еще 1-го, посмотрите, вот это здание напротив нас, да, центр, пьяцца Костелло, все это, центр, центр, центр Турина, вот поглядите, да, ни одной трубы, вообще даже ни одной, даже ни одной тоненькой никакой, да, вот как Аторино, это, ребятушки, он, если вот чуть-чуть все-таки южнее расположен Милану, что я вообще была удивлена, когда я узнала, но здесь очень, здесь гораздо холоднее, здесь всегда все-таки вот от горя, не знаю ни от чего, но здесь прямо пронизывающий ветер, холод, и вот как они вот отапливали, да, и вот настроили, вот так, грубо говоря, вот этих вот, вот мангустов, этих домиков, да, чердачных, мол, типа французский стиль, но, причем не французский стиль даже, а вообще-то парижский стиль, да, как бы получается, вот, вот мне нравится, две скобы, вот опять же, вот держат две скобы, такие боковые, да, две скобы боковые, держат всю-всю вот эту башню, да, видите, она еще к тому же кривая, она наша кастелушка с фарциско, причем это, вот эта вот башня, да, вот эта башня, вот эта вот, то есть, задний вид Палаццо Мадамо, да, то есть, как это вот, по идее, вообще, вот, они же все это объясняют, естественно, официально, это история, в Палаццо Мадамо мы были два раза, вот, поэтому, пока я тоже не буду на этом остановиться, просто скажу, что, естественно, все есть объяснение, и все, как они это объясняют, ну, с одной стороны, да, это вот кастелло с фарциско просто натуральный, как с Милани, которому дают 1500 год, а с другой стороны, там уже абсолютно здание, типа, таких времен, типа, грубо говоря, времен Аполеона, да, но это все, для всех это нормально, и все кушают вот эти объяснения историков, никого это вообще не волнует, все, все объяснимо, да, сначала одни были, да, потом пришли другие, пристроили так легко, да, все, как бы, хотя видно, что все соединяется, одно из другого вытекает, гармонично, короче, ну, а это, знаете, это такие нюансы, нюансы, я хочу сказать, что, вот, когда я езжу, наш колодец трубороста, чугунная, табуретка такая, да, это табуретка, когда я езжу другие города, я просто понимаю, насколько нас вообще, извините меня за выражение, дрочат в Милане, потому что у них тут, вот, у нас вообще по центру, вообще практически нельзя, никому не ездить, ни автобуса, ни, особенно около Костелос-Процесска, там вообще, я не знаю, просто все перекрыто, а тут, непонятно, вот, ушла по Галимому центру, сейчас, Порто-Суза, и там, в общем-то, все вот такие, вот эти вот плиты-то, вот наш вот, Наташа, трентик, и машины спокойно, нет, я неправильно иду, блин, знаете, я по боковой улице иду, и неправильно иду, я сейчас к Моле выйду, мне надо по главной идти, потому что мне надо ровно выйти на Грам-Адре-Дио, а тут я могу, тут же все, по диагонали все улицы идут, вот, а видите, она немножко по диагонали идет, если вы заметите сейчас, и это, что я говорила-то, ага, забыла, надо перемотать, да, то, что записала, ну, что-то забыла, блин, вот, ну, кто меня смотрит, вот, видите, вот прямо перед нами Грам-Адре-Дио, но, то есть, вот, по идее, вот, если вот вы посмотрите, вот эти вот, справочники, да, типа, ну, вот даже вот программы, когда-то я смотрела, там, мистический Торино, вот, и Парен-Ти-Ви, да, что, типа, вот, Гран-Мадре-Дио ровно смотрит на, вот этот, вот, статуто, этот фонтан статуто, который, тоже, там, типа, считается дьявольский, который, типа, посвящен вот этим вот умершим при, при постройке туннеля Фрижу, да, а на самом деле нет, это вот улица, она от Костелло, от Пиарца Костелло, она отходит немножко в сторону, вот видите, если бы я шла ровно прямо, блин, если бы я шла ровно прямо, видите, тут тоже ни одной трубы, то есть, средней, вообще ничего не надо было, ни топить, ничего, да, кстати, еще такая крыша, там прирост, видите, треугольник прирост, ничего не надо было топить, абсолютно, все было, то есть, там, небось, внутри полно каминов, да, и небось, вы помните, мы же снимали внутри, палацца мадамов, полно каминов, и ни одной трубы, да, вот это я говорю что то есть если б я шла прямо визе я пошла по другой стороне по другой по параллельной этой улице но она потом идет бог она идет по диагонали относительно этой или это идет по диагонали относительно той тут очень полно у нас вот этих кирпичных извращений это чисто вот присущая именно вот арена вообще пьемонте вот эти вот посмотрите посадить полу и то есть не полу яйцо такое да вот кирпич на еще уходит туда вот в этот вот на фига бы да вот это строили так и посмотрите вот этот как это видно что это видите наросло видите наросло от это грубо говоря белой базы да это посадить и под под нее уходит сезона вообще так не буду не буду останавливаться здесь кстати а по идее здесь раньше было движение слава богу щас перейдем посмотрите какие плиты смотрите какие плиты такая ширина плит посмотрите посмотрите как видно что это наши грубо говоря мои супер интеллектовские потому что посмотрите какие у них и у них нижние нижние края да видите то есть если бы это блоки которые делал бы человек он не был бы вот таким вот таким неровным то есть он ровный только и даже корочка наша ведь есть да уже этот эти границы обстоятельства видите то есть он видите ровный ровной корочкой только сверху до покрывая деть как на солнце видно что есть вот этот вот горка верхний слой который который гладкий да и потом идет вот этот грубо говоря грецок и камень греца то есть такой грубый камень да и неровными с неровными нижними краями да и боковыми тоже посмотрите касательно видите как видно вот такие огромные плиты снимают да так они потом их будут я хочу посмотреть они видеть их пометили потом придут архитекторы вот эти вот бедные реставраторы видите они каждую пометили потом бедные реставраторы должны обратном порядке складывать я посмотрю на них что-то я еще ни разу не видела что хорошо сложить потом вот специально вот будем наблюдать как они потом будут это все снова складывать это очень интересно потому что еще неизвестно позволит ли она им снова все уложить вот ночью не зайти приделают там это закопают в общем здесь у нас университет палаццо не вставить и точно помню я помню даже палаццо дирсита тоже идет вообще-то стена которая внутри во внутреннем дворике найдет тоже по диагонали потому что как бы получается что вот та улица которая была параллельно этой начали 5 пьяццо костелло она вот там идет по диагонали влево получается приносится хорошо что я уже турино знаю вот я иду в суде какая труба тоже да кстати там является вогнутые вот эти вот типа квадраты от окон а тут у нас смотрите выпуклые да ну и все естественно с операционной линии на вот такая вот труба и да да так хорошо что я знаю турина увидите здесь они пронумеровали и обратно потом все положили не все тут пронумерована или они вам может еще должны снять кстати вполне возможно найти машине еще сниму надо быть очень внимательны потому что вот эти улочки боковые они могут быть проезжей частью я иду после я всегда так иду вот сейчас мы уже дойдем до гранд-мандриде дело вот эти плоские церкви по которым говорю вот просто пока шла на на вега-ребальди их 4 было вот они соединяют видите вот эти вот вот очень сильно в торе но видно что это не дома а это именно стены стены все все стены они друг суком соединяются все все цепочкой практически вот посмотрите как этот грубо говоря дом соединяется полностью гармонично с этой вот с этой ширмой церкви стеной посмотрите как уходит вглубь туда другой дом вот это вот кусок этой стены да а здесь наоборот это заходит за него видите да то еще их вот этих плоских втиснуты грубо говоря между домами церквей вот именно в торе на полном именно в торе на полном они такие я их называю плоским должен идти на как плоская и таких вот на вега-ребальди я только 4 пришла сейчас вот смотрим на на коммуникации тут это у студентов эти джитты но эти у них в италии это очень развито это вот когда идет весна начинают ездить а мне по программе у них почему-то я не знаю почему у них это вот так вот прямо все школы все италии они все ездят обсудить здесь что да вот мне нравится наше отверстие а вот здесь еще из сеточка такой дачу вы знаете душевые такие отверстия да здесь видите без ничего у них это вот глупая вот это вот система это вот этих джиты эти по-русски они как бы я не знаю вот это вот типа путешествие там экскурсии путешествия всякие разные туризм такой грубо говоря либо в городе до либо либо куда-то в другое место ел ты вот я вот всю школу я мишель не отпускала обстое сколько коммуникаций блин я была такая яшмать так я вообще боялась просто было столько посреди сколько коммуникаций все они видите гармонично втиснуты все они его тоже как и камни по не расположены прямо до на все либо вы там вниз эти смотрят не воверх все по диагонали расположены как хотят вот короче я не отпускала я потому что всегда было очень много вот какие-то сообщений каждый год где-нибудь да кто-нибудь да погибал вот из детей из подростков поэтому как бы там там не досмотрели на представьте там две учительницы да например везут детей куда-то блин 2 а там класс 30 человек блин вот ну я не знаю я не могла это но потом она значит поставил мне у тебя там по моему последнем классе что как бы что все знают что она не ездит и вот она как бы не в не в коллективе хотя уже я и такая говорю так что какая-то разница ты же всего школу заканчиваешь же сами знаете я же вам говорила что низкого сначала элементарий да потом все дружба скопом или не скопом ну как бы вот одну элементарий заканчиваешь в одном здании потом идешь вот все дружно переходят значит медиа до медиа это средняя до до 14 лет и медиа с 10 до 14 вот это в другом здании да а потом все разлетаются кто в лице и кто института техник на лоджику кто института профессионали то есть все разлетаются да как бы поэтому какая и разница была вот нет вот захотела и как я помню как же я причем когда она когда теннисом занималась и на теннисом она часто без меня уезжала на соревнования да видите как здесь видите здесь прорезая часть надо аккуратнее это когда она ездила значит с теннисом на соревнования я не вообще не переживала но вот наша личная но когда ну когда вот в школу я нет со школы я не могла потому что с теннисом там они максимум группа там 6 8 человек поэтому я не боялась как-то не знаю хотя там они ехали вообще там может быть с молодыми тренерами которые общение не обязаны даже за ними смотреть честно говоря ну не несут в то что тут полно детей короче с этими джитами вот поэтому мне придется терпеть когда их это присутствие и галдеж так сейчас мы уже дойдем до по вот я не устаю снимать потому что сами понимаете хоть я по сто раз буду снимать я всегда буду находить что-то новое это понятно обсудиме нравится да да что вообще да вот балкончик с такой сеткой да с нашей опять же это вообще вере я не буду снимать потому что тут есть я за заклинись на дверях и на решетках на этих дырка вон уши то я говорю и вообще не дай туда сюда грамм отради диа блин вот смотрите вот опять видите посмотрите вот просто просто плоская церковь да то просто вообще клиента внутри для всех это нормально причем она очень такая здесь скажем так гладкая ведь мраморный пол мы ее тоже снимали но по-моему я мне даже заходила но факт то что посмотрите как она соединяется как все это соединяется видите это вообще арка да и тут уже начинается как грубо говоря рисунок висит этот церковный газ посмотрите да вот здесь на боку до с этим переход такой переход да тут просто сначала желтая стена потом дыды 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 вот это вот наша наша это вибрационная да и и пошел уже мраморной да все 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 вибрационно вогнуто потрогаем ну такой так себе знаете не очень я уже думаю брамор но но не гладчайший но всяком случае не просто камень и даже и здесь тоже видите то есть среди даже здесь то есть вообще вы смотрите она идет отсюда вот хотя здесь все другие дома нормально ничего желтые ватарки все а тут все уже видите даже еще окна вы не нормально вот пофига вы расскажите вы зачем вы человеку окно вы сделала скажите зачем варки да просто варки в окно окно да я же грустая застрянут все равно это на во второй половине не откроется вот еще одно но тут арка у нас по диагонали и вот тут тоже то есть видите это вот это как вот такое грубо говоря вот этот церковь это вот так растение которое вот свои вот эти видите свою 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 травку распространила на всю эту всю территорию ой у меня голоса кричит на все ближе близлежащую территорию вот опять видите красный цвет надо как по идее здесь могут завернуть то есть вы знаете я настолько я уже много снимал авторе но и я вообще здесь я чувствуюсь раньше а фанатик подачи же все на город а сейчас я чувствую себя здесь прям в своем городе сейчас зайдем до любимых наших мостов там потом будет сейчас жижа везде торчать вы помните домики эти мангусты тоже разные формы вы кстати очень уже заметила хорошо что здесь очень они это видно как они вот это просто тоже фасадики такие да особенно это вот там вот ближе пьяцца костелло видно то есть это вот них такие вот эти вот типа грубо говоря туннельчик отсюда вот эти вот сами понимаете что турлина вот тут блин мужик стоит я бы вам сейчас такой шкаф на рост бы сняла это вообще причем от него одна отрастает уже балкон вот видите шкаф на рост вот этот балкон да а тут еще и сайте и коричневые шкафы на рост и да и деревянный да и посмотрите как шкаф на рост деревянный да тут балкончик как соединяется балкон и шкаф на рост в этот балкон на со шкафом на ростом соединяется виде здесь вообще по практически у каждого грубо говоря магазинчика вот этот вот на рост как церкви до деревянный тут вот деревянный по и деревянным раморной извините я заговариваюсь чтобы делать я просто это на знаете почему это я тороплюсь так вот мы пришли вот на эту здесь можно кстати муж кофе побить эти всю улицу перерывают и вот бедным им нужно все 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 нумеровать и вот вот глаза то кстати вот интересно когда вот как интересно не глаза вот с глазами решают вопрос посмотреть коммуникации наши эти сколько коммуникаций смотрите вот это видите видите плиту и с роста обошли видите какой он толстый посмотрите кстати вот этот тоже чугун тоже со слоем видите посмотрите слой такой вот настоящая хорошая чугуна только наверху давите а потом там хотя может быть если отмыть посмотреть но вот все равно видно как раз слой вот этот верхний чугун а вот с рисунком который там вот трубы идут видите наши чугунные ну что такое вот видите скажи трогать нельзя блин тут такое оказывается движение вообще я тут неправильно села так ладно там у нас торчит то громадра дидио короче сейчас я попью или кафе вот это наши цены наши там скоро по будет помните наш дворец вот где на рейджина рейджина вот она по моему тогда вот это рейджина у нас или вот этот все таки не уже я так высоко поднималась это я не помню да наверное это все таки потому что мы еще вот может это вот это все таки видите смотрите наверх вот этот видите вот по-моему там были или вот там фиг знает я сейчас не помню ладно короче я сейчас попью кофе и подойдем к по и пойдем к грана матра дидио пока пока